На протяжении трёх недель в рамках рождественских чтений проходили встречи и беседы учащихся со священнослужителями. Основная задача мероприятия – развитие православного образования и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Были беседы в институте в МРСИ с очень известным иконописцем. Она написала не одну книгу по иконописи, именно русской иконописи. Это Ирина Константиновна Языкова. Священники посещали и детские сады, и младшие классы школ, и старшие, и средние. Рассказывали и беседовали на разные темы. У нас была, так скажем, небольшая дискуссия на тему, например, вера. Мы дискутировали на эту тему, общались, заговаривали, задавали вопросы священнику. И вот так у нас проводились, в принципе, уроки, вот такие мероприятия у нас были. Чистота русского языка, именно эта тема стала главной на закрытие 21-х рождественских образовательных чтений. На мероприятие в кинотеатр «Искра» пришли более 600 старшеклассников и педагогов учебных заведений округа. Доктор филологических наук, писатель, автор 17 книг Татьяна Миронова рассказала ребятам о происхождении ругательных слов и как они могут влиять на жизнь человека. А что такое сквернословие? Скверно – это нечистоты, это запретное, непотребное. В русской культуре, в отличие от пупуасской, негритянской, всё, что ниже пояса, запретное, непотребное. Также задуматься о значениях, последствиях употребления жаргона и нецензурных слов и выражений, школьников заставил спектакль Московского православного театра «Живая вода». «Ну давай ещё пару минут почием. Ты лучше скажи, ты завтра на «Имэйджин Дрэггенс» пойдёшь, там так пофлексить можно будет. «Так, ещё раз». «Ну подрыгайся». «Я ничего не понял». «Макс, ты что, каменный век что? Потанцевать!» «Ну а сразу по-русски сказать нельзя было». Данная постановка не оставила ребят равнодушными, ведь проблема чистоты и красоты речи остро стоит в современном обществе. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.